Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Профессор Попов Иван Васильевич, составитель памятной записки соловецких епископов, ранее помогал святейшему патриарху Тихону. Так, по поручению последнего им составлен ответ к константинопольскому патриарху Григорию VII, признавшему обновленцев и предложившему патриарху Тихону удалиться от дел управления церковью. 1924 год. В связи с этой помощью патриарху и произошел арест профессора и заключение в Соловки, где он пробыл с 1925 по 1927 год. В ноябре 1927 года Иван Васильевич был переведен с острова на материк в Кемский лагерь, но освобождения не получил. И в апреле 1928 года был отправлен в ссылку на реку Опи. Там он жил между Березовым и Абдорском. В первое время квартирные условия были плохие, и он не имел возможности заниматься своими учеными трудами, а собирал и сушил грибы, которые посылал своим друзьям в центр России, откуда получал посылки. Через несколько месяцев он был переведен в другое место, и там ему было лучше жить. С ним жил ссыльный епископ Ануфрий, относившийся к нему с особенной любовью. Здесь Иван Васильевич трудился над сочинением о святом Григории Низком. Это обстоятельство, что Иван Васильевич находится так далеко на север по Аби, имело ту полезную сторону, что через него из центра России посылались теперь деньги и продукты вместо блюстителю Патриаршего престола митрополиту Петру Крутицкому, находившемуся еще севернее. В 1931 году Иван Васильевич перевели Ивана Васильевича в очень пустынную местность, на север от Тобольска, а в 1932 году вдруг неожиданно в Москву и на свободу, так как не нашлось ни одного профессора для перевода с латыни какого-то сочинения. А книга готовилась для академического издания. Необходимо, кстати, отметить, что по закрытии Московской Духовной Академии Иван Васильевич был одно время профессором Московского университета и читал психологию, так как с этого предмета он начинал свою профессорскую службу в Академии и потом уже перешел на кафедру святоотеческой литературы, патрологии. Иван Васильевич жил под Москвой. В 1936 году был арестован епископ Варфоломей Ремов и через два дня после этого Иван Васильевич. В июне 1936 года епископ Варфоломея был расстрелян, а об Иване Васильевиче никто не мог или не имел возможности что-либо узнать. Известно только, что Иван Васильевич помогал епископу Варфоломею в ведении занятий в Духовной Академии, которая существовала в Москве без разрешения властей, но без их ведома. С этого времени Иван Васильевич пропал без вести. Говоря об Иване Васильевиче, нельзя не вспомнить его душеприказчика, прекрасного юношу Антония Тьевара, в котором они вместе прибыли на Соловки. Так иногда в шутливой форме назывались молодые кандидаты на профессорскую должность, которых старики-профессора готовили на свои кафедры, передавая им по возможности все свое ученое достояние, свои познания. А Тьевар, предки его французы, был учеником и другом профессора. Вместе они жили, занимали кровати, рядом вместе кушали, гуляли. Ученик работал над учением о Христе, христологии, святого Афанасия Великого, и писал и читал в свободные от работы минуты. Иван Васильевич был учителем школы грамотности при Соловецком лагере и объяснял азбуку уголовщикам. Тьевар работал в какой-то Соловецкой канцелярии. Вместе они были только до января 1928 года, когда юноша Антоний получил освобождение и уехал домой. На Страстной неделе в 1928 году Антоний был пострижен архиепископом Арсением Серпуховским в Арзамасе с именем Серафима. Потом был возведен в стан Иеродиакона иеромонаха. Жил он в Москве и совершал литургию келейно. Прислуживала ему его мать в тайном постриге, матушка Пантелеймон, монастыря Пантелеймона. В 1930 году отец Серафим был арестован и сослан в Вишерский лагерь, где и скончался 23 ноября 1931 года, отойдя ко Господу за несколько лет раньше своего учителя. Говорить об ученом-богословской работе Ивана Васильевича Попова – особая отдельная задача. Во всяком случае, в России патрология как наука впервые создана им. Последний его труд, первый том в 900 страниц, напечатан перед революцией. Второй в рукописи остался в сейфе Советского банка. О блаженном Августине исчерпывает всю мировую литературу о последнем и разрешает самые трудные вопросы его понимания. Потому что Иван Васильевич полностью владел образованностью всего древнего до августиновского времени. Характеризуя его ученость, архиепископ Иларион говорил, «Если бы отцы и братья все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто перед знаниями Ивана Васильевича». Владыка Иларион окидывал взглядом всех собравшихся соловецких заключенных, как епископов, так и духовенцев, среди которых было немало и весьма ученых людей. В светском звании Иван Васильевич был истинным монахом, безбрачным и девственником, смиренным тружеником, воздержником в пище и пятии, благоговейным молитвенником к Богу. Всему все знавшие его свидетели. Имея дар благодати Божией слово знания, он трудами удесятерил талант, послужил им церкви с великой пользой и прославил ее своей мученической кончиной. Глава 28. Общий список некоторой части российского духовенства и мирян, претерпевших мученическую кончину во время гонения на церковь от безбожников-большевиков. В свое время каждый город и каждая область должны дать подробные списки своих мучеников. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.